В визит в центре заповедника Пасвик открылась масштабная интерактивная экспозиция. Теперь познакомиться с обитателями заповедника, услышать голоса птиц, узнать, как работают ученые, смогут все желающие. Побывали на открытии и корреспонденты ТВ21+. Янина Морозова расскажет подробнее. 30 лет заповеднику Пасвик, 5 лет в визит-центру, а первым знаменательным событием юбилейного года стало открытие постоянной экспозиции в визит-центре в Никеле. Что там на этой красивой выставке? Сейчас посмотрим. Держим ленточку и улыбаемся. Открытие выставки стало долгожданным событием. Пандемия осложнила многое, но не смогла помешать увлеченной команде воплотить свои замыслы. Экспозиция заповедника и его визитная карточка, и она получилась не только стильной, но и насыщенной и интерактивной. Здесь можно услышать голоса птиц, увидеть растения, познакомиться с работой ученых, погрузиться в удивительную, неповторимую атмосферу. У нас впервые, по сути, появилась полноценная, большая экспозиция. Настоящий музей, современный, ультрасовременный, я бы даже сказала, в который мы включили все, что мы могли максимально на этой площади. Но у нас еще большие перспективы, конечно же. И мы рассчитываем, что после этого открытия количество посетителей увеличится. Но самое главное, что будет больше людей, которые узнают о природе Севера. Создать яркую экспозицию удалось благодаря программе «Кул Арктик», финансовой поддержке Норникеля и, конечно, людям, которые вложили в создание этой выставки частичку души. Здесь тщательно продуман каждый объект и экспонат. Все детали – часть единого целого. Это было создано для того, чтобы каждый мог прийти и насладиться. Заповедник находится в пограничной зоне, туда попасть достаточно сложно, пограничный режим. А сейчас в Никель может приехать любой желающий, турист, любой житель поселка, житель нашего Печенского округа может прийти, познакомиться с природой. Это первая постоянная экспозиция, посвященная охраняемой природной территории в нашем регионе. Приурочить ее открытие к пятилетию визит-центра в Никеле решили не случайно. Юбилейный год Пасвика будет насыщенным. Научные конференции, встречи, экспедиции, презентация книги. Открытие выставки собрало множество гостей. Поздравили сотрудников Пасвика и зарубежные коллеги, и ученые, и представители Норникеля. Компания помогла построить визит-центр пять лет назад. И сейчас оказывается действие заповеднику по множеству направлений, в том числе и в научных исследованиях. Компания заинтересована в том, чтобы эти исследования проводились в полном объеме. Чтобы здесь были привлечены компетентные кадры, которые могут дать научные, обоснованные заключения. Поэтому в этом плане сотрудничество есть и, надеюсь, будет продолжаться. А вот, поскольку компания приняла достаточно амбициозную стратегию экологическую. Изучение и сохранение природы севера, защита мест обитания и размножения птиц – все это очень важная работа. А рассказать о флоре и фауне Заполярье захватывающе интересно поможет новая экспозиция, которая, к слову, уже сейчас ожидает гостей. Инна Морозова, Илья Бояркин, ТВ21+.